Учителя анапских школ, тренеры и преподаватели на своем примере показали, как сдавать нормы ГТО. Буквально за пару часов свои силы испытали более 50 человек. Такие соревнования – хороший повод для учеников показать уровень своей физической подготовки, поскольку уроков физкультуры для этого не всегда достаточно. ГТО, мне кажется, это правильное введение. Оно объединяет всех людей, всех, кто даже не привязан к спорту. То есть простые люди могут прийти сдать нормативы, при этом показать, что они спортсмены. Показать свои физические возможности и при этом получить значок, который в будущем поможет им при поступлении студентам, например. Ограничений по возрасту не было. Сдавали нормы и малыши. Участники состязались в беге на 100 метров и на 3 километра, прыжках в длину с места, отжимались на полу, тягали гири. Рывок гири – упражнение, которое могут выполнять мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. На золотой знак отличия необходимо сделать 40 успешных попыток. Тренер-преподаватель спортивного клуба «Самурай» Альберт Гарифуллин перевыполнил норму. В принципе, в том году по нормативам на золотой значок я выполнил. Значки, правда, не давали, просто давали грамоты. Поэтому в этом году вызвался, собрался, обязательно прибежал. Пробуем. Сейчас осталось только пробежать 3 километра. Если уложусь, то будет золотой значок. В день физкультурника все желающие смогли проверить свои спортивные возможности, показать силу и ловкость. Продолжение следует...